Добрый день у микрофона Айдара Байдулов. Состояние предпринимательства Калининградской области обсудим сегодня в программе «Актуальное интервью». В студии «Балтик плюс» депутаты Законодательного собрания Калининградской области Наталья Морозова. Наталья Александровна, здравствуйте. Добрый день. Евгений Абариус, Евгений Романович, здравствуйте. И Евгений Мишин, Евгений Викторович, добрый день. Добрый день. На итоговом заседании весенней сессии Законодательного собрания прозвучал отчет бизнес-омбудсмена Светланы Нижегородовой о работе за 2022 год. Как в целом вы оцениваете этот доклад? Что интересного для себя в нем, может быть, отметили? Кто первый начнет? Наталья Александровна. На самом деле, я бы сказала, даже это не просто оценка доклада, а это все-таки результат деятельности нашего обучмена и огромная проведенная работа. Если мы посмотрим доклад, 526 обращений граждан было на разные темы, 54 судебных заседания, 62 экспертизы, 12 предложений по внесению изменений в нормативные акты, 7, если я не ошибаюсь, изменений в федеральные нормативные акты. Это огромная работа, которая ведется в рамках деятельности обучмена, поддерживает предпринимателей, решает их вопросы, защищает их интересы. Я считаю, что Калининградской области на самом деле повезло, что у нас Светлана Борисовна этим занимается. Профессиональный юрист, очень большой профессионал, который действительно собирает круглые столы, взаимодействует с органами власти, с прокуратурой, с правительством, со всеми абсолютно в рамках защиты интересов наших предпринимателей. Ну, помимо того, что Светлана Борисовна замечательный юрист, я хочу сказать, что у нее работает действительно профессиональная команда, и вот такое количество обращений, оно связано с тем, что действительно этот институт работает, и что предприниматели, обращаясь в таком количестве обращений, они понимают, что там есть решение тех проблем, с которыми они приходят, и что в этот институт погружается. Это вот Светлана Борисовна и ее команда, и мы же видим, что 94% участия команды Светланы Борисовны юристов на заседаниях судебных, они привели к положительному результату. То есть, действительно, это такая слаженная профессиональная команда, которая, вот, как Наталья Александровна сказала, нужна Калининградской области. Евгений Викторович. И областной дума, и законодательного собрания. Вообще, в целом, по амбудсменам в Калининградской области расширение аппарата, ну потому что, на самом деле, доверие, вот как правильно Евгений Романович сказал, растет ко всем абсолютно амбудсменам, но, тем не менее, конечно же, у них достаточно такие сжатые возможности, и поэтому их может быть… И нагрузка возрастает. Нагрузка возрастает абсолютно. Абсолютно. Ну, конечно, все, ну вот, посмотрите, все доклады и профильных министров, и в том числе омбудсменов, начинают с того, что мы фактически последние, там, наверное, три года, да, точно, живем в каких-то условиях достаточно сложных для бизнеса. Мы сегодня говорим про бизнес, это точно были сложные условия, в которых они работали. Поэтому и скачок количества обращений, и, соответственно, там много очень именно же вопросов не просто консульционного, да, характера, что там аппарат проконсультировал по телефону, и вопрос решен. Конечно, нет. Это долгая-долгая, тяжелая работа, индивидуальная, и я могу уверить любого, что если кто-то, может быть, слышал о том, что в части бизнеса кто-то обращался к амбудсмену, и она не вникла и чем-то не помогла, ну, я на самом деле с полной ответственностью от себя лично могу сказать, что это не соответствует действительности. Ну, просто есть жалобы обоснованные, есть жалобы не обоснованные. Но, тем не менее, да, смотрите, опять, как и в прошлом году, в этом, ну, в этом отчете, я имею в виду отчет за 21 год и отчет за 22 год, который прозвучал буквально на прошлой неделе, да, по-прежнему поступает большое количество жалоб от наших предпринимателей на действия правоохранительных органов. Вот, на ваш взгляд, это что? Это какая-то своеобразная оценка нашей правоохранительной системы или тут, что называется, всему виной человеческий фактор? Ну, может, какой-то там, не знаю, там, следователь молодой, неопытный, что-то вот в этом роде. В чем причина? Почему вот, ну, из года в год наибольшее число обращений поступает именно на действия правоохранительных органов, в том числе и таможня, ну, о таможне мы чуть попозже поговорим, да, налоговые органы, соответственно, МВД и прочие? Ну, наверное, нельзя исключить в данном случае человеческий фактор, он имеет место быть, конечно, где-то индивидуальный какой-то, значит, профессионализм сотрудника, но в целом я хочу сказать, что, безусловно, что такое система, да, система, это взаимодействие, да, и взаимодействие как раз, значит, и правоохранительных органов, и как раз, вот, значит, омбудсменов, да, для того, чтобы прийти к какому-то правильному решению. Мы же понимаем, что Калининградская область это особый регион, да, и иной раз есть законодательные акты, которые применимы, как мы говорим, там, в Большой России, а для Калининградской области они особые. Поэтому я думаю, что здесь в большей части и тех вопросов, которые, вот, возникают, может быть, в законодательном, значит, неурегулировании, именно применительно к нашему региону. Ну, в общем, система, система работает, и нельзя говорить о том, что именно вот на какую-то одну сторону все проблемы, значит, складывать. Вы знаете, что, опираясь на отчет, вот я хочу добавить, опираясь на отчет омбудсмена, можно сказать, что вот этот отчет, как раз Наталья Александровна говорила о том, что большая работа проделана. Да тут правильные цифры. Понятное дело, что для нее, как для специалиста, а в первую очередь она действует в интересах предпринимательского сообщества Калининградской области, для нее всегда будет контроль надзорных вот этих мероприятий много. Она всегда будет говорить о особом давлении, она не выступает на стороне там органов исполнительной власти, она никого не будет защищать, она ее деятельности направлена для того, чтобы всем показать. Если она дает очень большое административное давление на бизнес, ослабьте, там какие-то предложения она дает, то есть ее работа и направлена на это. Если бы она сказала, что у нас нет этого административного давления или там чрезмерного давления контрольно-надзорных органов, условно говоря, так это назовем, то все бы и подумали, что, наверное, она не вникает в эти проблемы. Но это же на самом деле существует, на самом деле, конечно же, личностные факторы, на самом деле, очень многие вносят очень такие, знаете, скорые решения, не разобравшись в проблемах. Ведь она в своем отчете приводит именно, как она отбивает, скажу прям непарламентским языком, предпринимательское сообщество в тех или иных проблемах. Она и в части таможенного законодательства объясняла, что вот янтарь, например, да, кто-то добывает янтарь, его схватили, сырье забрали, все забрали, соответственно, чем он там занимается, именно подручные все средства, потому что у нас издревле и у людей заложено, что, скорее всего, это какой-то правонарушитель, да, он занимается янтарем. А суд, арбитражный, да, в процессе, она показывает в отчете, что встает на сторону предпринимателя и говорит о том, что ему не следует там, да, инкриминировать какой-то штраф, наказывать его. Он действует в рамках закона, но, тем не менее, не разобравшись в ситуациях, там, условно говоря, органы там поспешили вынести то или иное неправомерное решение. Ну, согласно отчету, там, по-моему, более 30 миллионов вернули нашим предпринимателям. Как раз вот незаконное удержание имущества, либо аресты на счетах в том числе, да, там большой очень спектр, либо наоборот, не изъятие этого имущества, оценивается общая сумма. И когда Светлана Борисовна говорила как раз вот про систему и жалобы на органы МВД, да, это в том числе такие, знаете, процессуальные нарушения, из-за которых сроки нарушаются, да, ведение того же, тех же следственных мероприятий. Это административные правонарушения, это незаконное преследование, незаконное удержание, то есть это комплекс. И в том числе в следующих мероприятиях, и она, когда инициирует внесение изменений в законодательство, она, в принципе, ходатайствует о том, чтобы была система уголовно-процессуальная и уголовная более лояльна к предпринимательству. Потому что есть мелкие нарушения, либо вообще действия, которые осуществляются в рамках закона, а у нас инкриминируются иногда достаточно серьезные меры привлечения к ответственности. А она действительно защищает интересы наших граждан, наших предпринимателей, потому что, как она всегда говорит, Светлана Борисовна, это рабочие места, это наша экономика, это наш регион. И он должен развиваться, и к предпринимателям должны относиться лояльно, с неким уважением, да, особенно к добросовестным предпринимателям. Она тоже об этом говорит и просит также в дальнейшей работе внести, сохранить ряд поправок, сохранить льготы по налогообложению, да, и субсидирование, и многие такие вещи. Почему? Да потому что действительно это даст возможность, у нас, как мы, коллеги мои сказали, и так регион, да, он специфический, мы находимся сейчас в непростой ситуации, а за счет работы людей, за счет того, что создаются новые места, предприниматели обеспечивают фактически экономику региона в том числе. Это очень важно. Напомню, сегодня в программе «Актуальное интервью» мы обсуждаем ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Светланы Нижегородовой, которую она представила на итоговом заседании весенней сессии законодательного собрания в студии «Балтик плюс» депутаты ЗАГС собрания Наталья Морозова, Евгения Абариус и Евгений Мишин. До перерыва мы как раз говорили, что, как и Светлана Нижегородова в своем отчете сказала, что большое количество жалоб от предпринимателей поступает на действия правоохранительных органов, и вот в этом сегменте 48% из года в год одно и то же – жалобы на таможенные органы. Вопрос такой, когда-нибудь наши предприниматели перестанут жаловаться на действия этого ведомства? Или мы обречены так жить? Точно не обречены. Когда-нибудь перестанут жаловаться, и надо сказать о том, что, конечно, ситуация напряженная, первоочередная. Там коллеги высказывались наши после отчета в средствах массовой информации. Но, конечно, эта процедура закончится, потому что есть предложения, в том числе и ФТС. Есть приказы, которые регулируют тоже и таможенную идентификацию, и пытаются упростить ее. Но, тем не менее, проблема, конечно же, острая, с которой сталкиваются люди, которые, собственно, занимаются продажей в другие регионы, продажей товаров в ЕАЭС. Это достаточно сложный механизм и большой документооборот. Он пугает, он мешает людям вовремя работать. Плюс ко всему, давайте не забывать о том, что все это сопряжено еще и с логистическими цепочками. Нам реально тяжело. Прошедшие годы и все вот эти вот санкционные давления, которые мы надеемся, что в ближайшее время закончатся. Но здесь тоже нельзя отметить, мы не остались брошенными. То есть федеральные власти и федеральный Минтранс, конечно же, решали эти вопросы оперативно. И в том числе эти вопросы были на контроле у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которыми общими усилиями они увеличивали количество и паромов, и всего. Но мы четко видим, что борьба нельзя назвать, но, тем не менее, какие-то меры экстренные, быстрые для нашего региона, исключительные, я бы их назвал, они предпринимаются. Но, с другой стороны, можно отметить, что таможня все-таки работает в рамках закона, и как предписано, они не могут, вот то, что Евгений Романович говорил в первой части, что есть какие-то нормы закона, которые, может быть, действуют. Регламентируют порядок работы. Да, они работают очень хорошо, действуют в большой России, но у нас они создают какие-то сложности и проблемы. Ну, поэтому, Светлана Борисовна, вот, вместе со всеми органами, да, мы знаем, сколько соглашений подписано, да, со всеми, вот, и с таможней, да, там, то есть, и проводит приемы именно с таможней, вот, будучи, чтобы услышать непосредственно, какие проблемы. Но самое главное, что, конечно, нужно упрощать именно для Калининградской области, там, в том числе, вот, документы оборот, которые, о котором Евгений Викторович говорил, идентификация товара, да, это делать быстрее, оперативней. А это все есть способы, и в том числе, и путем, вот, электронного оборота документов. Ну, не подтверждать это, не приносить наручно, там, синими печатями. Ну, я думаю, что это все-таки мы придем к этому и решим эти вопросы. Но законодательное собрание может как-то со своей стороны... Инициировать? Ну, инициировать, я не знаю, помочь как-то в решении этой проблемы. Понятно, что все равно мы должны будем контактировать, и наши предприниматели должны будут контактировать с таможней для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы продавать свой товар за пределы региона, да. Но, соответственно, как-то законодательное собрание может, я не знаю, инициировать изменения законодательной базы, обратить внимание федеральных властей, федеральных законодателей, коллег из Государственной Думы. Эта работа ведется и сейчас. Она не прекращается. Коллеги сказали, что уже очень много приказов, соглашений было подписано. Работа эта ведется. Там необходимо же внесение не только в нормативные акты местного, да, субъектового уровня, а и в федеральное законодательство. И почему Светлана Борисовна как раз сейчас ратует за упрощение системы идентификации, да, за более, как бы сказать, регламентированную процедуру таможенных проверок. У нас же еще и предприниматели проходят эти процедуры, которые занимаются. В том числе упростить порядок таможенного контроля, чтобы не было досмотров, да, ну, тотальных таких, и задержания, в том числе, грузов и машин. Все делается, ведется, работа осуществляется на постоянной основе. И я думаю, что в ближайшее время очень много вопросов решится. Еще один интересный момент, на который я обратил внимание, когда слушал доклад. За прошлый год в регионе зафиксировано снижение, ну, оно такое, незначительное, да, там полпроцента, количество субъектов предпринимательства. При этом одномоментно у нас за год в регионе в 1,7 раза увеличилось количество самозанятых. Больше, да, да, 1,7 получается, и если ранее было 22, если я не ошибаюсь, тысячи, то сейчас больше 47 тысяч самозанятых. С чем это может быть связано, по вашему мнению? Давайте сначала уточним, почему у нас сократилось в большей степени на 0,5% предпринимателей, да, юридических лиц, можно так сказать. В большей степени это как раз исключение из реестра юридических лиц, не осуществляющих деятельность органами, осуществляющими госрегистрацию, то есть налоговым органам, по причине недействующих. Это хорошо, потому что зачищаются реестры юрлиц, и исключаются лица, которые фактически есть на бумаге, но реально деятельность не осуществляя, конечно, и они никакой пользы экономике нашей Калининградской области не приносят. А что касается самозанятых, во-первых, это действительно, вы знаете, даже можно сказать, прекраснейшая и очень удачная система, которая позволяет нашим предпринимателям маленьким, как их Светлана Борисовна называет, маленьким, новеньким, да, пробовать себя в предпринимательстве, льготная ставка, налогообложение, человек не принимая на работу, то есть он сам должен оказывать услугу, во-первых, себя легализует, да, то есть у нас появляется рынок новых предпринимателей в будущем, которые могут развиваться. Он платит 4%, он официально осуществляет деятельность, то есть налоги получаем, экономика получается, и люди пробуют себя. Им дали шанс попробовать свои силы в предпринимательстве. И я надеюсь, что половина из них точно станет в будущем большими развитыми предприятиями, каким-то своим делом, и принесет очень большой эффект экономики. Ну, вот исходя из этого, как раз мы говорим о налоговых обложениях и, конечно, о том, что нужно уменьшать в тех или иных, значит, сферах налоговые нагрузки. Ну, вот я хочу сказать, что, да, сегодня мы в кого вкладываем? Мы вкладываем человека, да, вот мы говорим сейчас о социальном предпринимательстве, да, которое действительно, ну, должно быть и оно должно развиваться, вот, по сравнению там с другими регионами, это нужная, значит, стезя предпринимательства, которая должна охватить и Калининградскую область. Конечно же, таким надо давать, значит, те возможности, вот, как, к примеру, на примере, значит, вот этой системы, что привела там к двойному увеличению, да, ну, и, конечно же, я не могу не сказать, вот, раз уже мы проговорили за налоги, здесь у нас тоже есть своя проблема, вот этот переходной период с УСН, да, и то, что вот эти вот, значит, налоговые проверки, которые, ну, приходят и, значит, действительно выкатывают такие, извиняюсь за такое выражение, значит, штрафы, да, здесь тоже должен быть такой какой-то дифференцированный подход, переходы УСН, кстати, об этом вот на питерском экономическом форуме говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, поэтому здесь у нас тоже есть поле для работы с Светлана Борисовна. Совсем немного времени у нас остается в эфире, мы уже не раз сказали за сегодняшний эфир, что бизнес-омбудсмен предложила снизить налоги, да, какие-то, ну, ряд видов, не все сразу, конечно, да, но вот у меня, скажем так, человека, который не экономист, но которого понимает, что налоги это поступление в бюджет, не означает ли, что мы, снижая налоги, снижаем поступление в бюджет? — Да нет, конечно, вот только что как раз-таки коллеги говорили о том, что нужны механизмы новые придумывать, и в том числе, как бы, вот правительством же когда-то, мы вот сейчас о самозанятых говорим, это же тоже некое предложение в условиях серьезного кризиса, что мы не просто выбиваем палкой из предпринимателей налоги, да, или ищем тех, кто работает за чертой там какой-то серой зоны, и там недобровосовестный предприниматель. Нет, предложена реальная, альтернативная, удобная система с минимальной отчетностью, с отличными процентными ставками, в которые люди идут, и, собственно, занимаются предпринимательством со стороны самозанятых. Поэтому здесь ни в коем случае, одно всегда перекрывает другое, то есть мы же не получили по налогам какие-то выпадающие, да, там абсолютно цифры. Но, собственно, как раз наоборот у нас на 4% налоговые... Конечно, так потому что, как говорится, пойти по наименьшему пути сопротивления, мы возросли почти в два раза по количеству именно вот этих вот, именно субъектов предпринимательской деятельности, кто именно занят, ну, как самозанятый, да, условно говоря, занимается этим. Нет, ни в коем случае. Мне вообще кажется, что снижение налоговой нагрузки, она действительно большая. Она мотивирует бизнес. Она мотивирует бизнес. Он переходит, как Евгений сказал, да, не за сиры, а вверху, да, он переходит в белое поле и больше легализует налоги, и налоги в данном случае поступают в бюджет в большем количестве. К сожалению, не закончилось у нас время в эфире. Напомню, сегодня гостями студии «Балтик плюс» были депутаты Законодательного собрания Калининградской области Наталья Морозова, Евгения Барюс и Евгений Мишин. Спасибо вам за интервью и удачи вам в вашей работе. Спасибо. Спасибо вам. Доброго дня всем.